Сегодня у нас на обзоре квартира за 272 миллиона рублей Мне напоминает древнеримские термы Здесь 7 комнат, 3 спальни и отдельная комната для вашего персонала Снова есть выбор, куда пойти Здесь потолки целых 6 метров Все, что я сейчас говорю, не слышно на втором этаже В общем, сейчас сами все увидите Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша Федонникова и это проект Я Дома Сегодня мы приехали на настоящий остров на западе Москвы Чтобы посмотреть двухуровневую огромную квартиру в ЖК Остров Фантазии Но сначала с вас, конечно же, лайк, подписка на канал и хороший добрый комментарий для меня А вот теперь начинаем Элитный жилой комплекс Остров Фантазии действительно находится на острове Но только на искусственно возведенном И построила этот ЖК компания Спецвысоцстрой Здесь 19 малоэтажных домов и 24 коттеджа Учитывая, что жилой комплекс является частью одноименного парка-отеля У резидентов этого ЖК есть доступ к уникальной инфраструктуре Это и поле для гольфа, футбольное, баскетбольное поле К тому же пляж и еще и лодочная станция В общем, жить здесь одно удовольствие Посмотрите, мы находимся на территории природного парка Растут вековые сосны и ели Ну а покой резидентов защищает очень бдительная охрана Заезд на территорию только через КПП Мы подошли к четырехэтажному дому, в котором находится наша квартира Рядом прудик и красивые зеленые аллеи Что интересно, сейчас мы могли бы подняться в нашу квартиру по вот той лестнице Она ведет на одну из террас И оттуда зайти уже на кухню Но лучше воспользуемся главным входом Я нахожусь в зоне прихожей Отсюда просматривается вся квартира Справа от меня сезонная гардеробная для верхней одежды Так как у квартиры очень необычная планировка Я хочу, чтобы вы взглянули на нее моими глазами Чтобы уже закончить тему с этим коридором, покажу, куда он ведет Конечно же, в гостиную и столовую И вот она, последняя дверь в коридоре За ней находится игровая, которую собственники сделали для своих детей На полу здесь лежит пробка, чтобы шумные игры не мешали взрослым И если мы отодвинем вот эти специальные шторы, то увидим, что часть этой комнаты, часть стены сделана из стекла Таким образом, взрослые из гостиной всегда могут наблюдать за играми своих детей Вообще, я очень люблю квартиры, в которых много потайных мест для хранения одежды Это залог порядка в вашем доме И вот, пожалуйста, справа от меня очень вместительная встроенная гардеробная С двумя рейлами и при желании, пожалуйста, верхний рейл вы можете опустить и тоже разместить там на вешалках какую-то одежду, костюмы и так далее Но если вам этого мало, то в вашем распоряжении еще одна огромная гардеробная комната Со встроенной системой хранения и специальными полками для чемоданов, для коробок с зимней одеждой, для обуви и, конечно, для спортивного инвентаря То, что нужно для большой семьи Ну и давайте посмотрим гостевой санузел Он находится под лестницей и оформлен в довольно темных тонах Это бордовый, коричневый На полу и на стенах здесь лежит натуральный мрамор И чтобы комната выглядела более солидно, в декоре использовано золотишко Мы с вами быстренько по лестнице перемещаемся в противоположную часть квартиры, чтобы посмотреть комнату для персонала Находится вот за этим поворотом Комната компактная, но при этом очень светлая и уютная А напротив, для удобства, находится постирочная Что интересно, здесь очень много встроенных шкафов для хранения бытовой химии Возможно, чистого белья и других средств для уборки Поэтому, я думаю, вы оценили, да? Сколько всего здесь можно разместить Уже установлена стиральная машина Есть холодильник дополнительный И, конечно же, место, где вы можете набрать чистую воду, чтобы помыть пол Или застирать какое-то белье И у нас снова есть выбор, куда пойти На второй этаж, в гостиную или на кухню Давайте начнем с кухни, потому что вы ее еще не видели В центре пространства находится большой кухонный остров Эту его часть вы можете использовать как рабочую зону А столешницу рядом, как место, где вы можете сервировать обед или завтрак для своей семьи Если не хотите идти в столовую Давайте теперь посмотрим расположение бытовой техники Справа от меня кофемашина от бренда Миле и пароварка Идем дальше и видим варочную панель, вытяжку Ну и, конечно же, раковину Предусмотрена секция для мытья посуды и для мытья овощей и фруктов Как любят профессиональные шеф-повара Причем в нашем случае раковина оснащена системой измельчения пищевых отходов Ну а дальше у нас микроволновая печь и духовка Еще одно преимущество этой кухни Отсюда вы можете выйти на веранду и пить кофе в летнее время года там Мы с вами не нашли холодильник Где же он? На противоположном конце комнаты расположилось сразу два холодильника А между ними большая секция для хранения сыпучих продуктов В кухне мы вышли на веранду Ее площадь примерно 30 квадратных метров Вторую, чуть побольше, площадь которой порядка 100 квадратных метров Мы посмотрим чуть-чуть позже Но отсюда есть уникальная возможность оценить невероятный вид На вековые сосны и уютный внутренний дворик Ну и для тех, кому это важно На этой веранде предусмотрен отдельный выход на улицу И наконец мы с вами смотрим гостиную Здесь потолки целых 6 метров В остальной квартире высота потолков переменная И в среднем составляет 3 метра В гостиной для вас уже выделили ТВ-зону Там стоит большой телевизор и система акустики Ну а напротив 2 невероятно мягких дивана В этой комнате стены выкрашены в приятный теплый оттенок Я бы его назвала горький шоколад А на полу уложен дубовый паркет Кстати, если подобная обстановка вам не очень близка У вас всегда есть возможность сделать ремонт в более современном стиле И это будет довольно просто Потому что стены подготовлены под покраску Ну а в остальном отделка только премиум материалами Например, на полу в зоне коридора и в зоне кухни Лежит натуральный мрамор А под ним система теплого пола Поговорим еще немножко про инженерное оснащение дома В квартире предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции Это довольно дорогое решение Но зато у вас в доме всегда будет чистый воздух Если пройти гостиную до конца То можно попасть в рабочий кабинет Или в обеденную зону Вообще, когда я нахожусь в этой квартире У меня складывается ощущение, что я где-то за городом Все благодаря большим панорамным окнам Но самое главное Из столовой мы можем выйти на большую террасу Площадью целых 100 квадратных метров Благодаря тому, что дом малоэтажный и малоквартирный Во внутреннем дворе очень и очень тихо Складывается ощущение, что нахожусь я где-то на юге И могу наслаждаться вот этими прекрасными соснами Наша терраса соединяет жилые комнаты Спальни Две детские и одну взрослую Ее мы и идем смотреть Я уверена, вы обратили внимание Насколько главная спальня светлая Все благодаря тому, что она имеет угловое расположение И систему панорамного остекления А чтобы отдыхать здесь было комфортно в любое время суток В этой комнате предусмотрены шторы с системой электропривода Они открываются и закрываются по нажатию кнопки Главная спальня отделена от остальной квартиры Вот таким небольшим коридорчиком Тут вам и гардеробная комната И, конечно же, отдельная ванная Которая по размерам мне напоминает древнеримские термы Ну а тут все, как мы любим Ванная комната отделана мрамором двух сортов И, конечно же, установлена сантехника от премиум брендов Ханс Гроя и Антонио Люпи Есть душевая кабина с системой тропического душа И ванная сферической формы На мой взгляд, почти что бассейн Детские комнаты очень светлые Здесь также есть выход на балкон И все, что нужно для комфортного отдыха и развития ребенка Но самое главное Они находятся в непосредственной близости от комнаты взрослых Таким образом, родители всегда в курсе, что делает их малыш Ну а теперь давайте посмотрим ванную Которая предназначалась специально для детей Психологи считают, что детский санузел обязательно должен быть оформлен в ярких цветах Таким образом, эта комната будет очень привлекательной для ребенка Ему будет хотеться проводить здесь как можно больше времени Он быстрее обучится вегиене и станет самостоятельным Поэтому здесь мы видим очень маленький туалет и биде А еще две раковины для каждого из малышей, который жил в этой квартире Ну и, конечно же, душевую кабину и полноценную ванную Как бы странно это не звучало, но вот такая бильярдная комната Отличное место для важных переговоров Потому что стены здесь обшиты пробкой А еще на них специальные звукопоглощающие панели Поэтому все, что я сейчас говорю, не слышно на втором этаже Учитывая, что рабочий кабинет находится довольно близко к гостиной То иногда своих партнеров по бизнесу лучше пригласить сюда Сыграть с ними партию на бильярде, выпить какой-то приятный алкогольный напиток И обсудить все, что считаете нужным А еще на этом этаже находится комната, где спрятана система приточно-вытяжной вентиляции Вот за той дверью Дорогие друзья, наш выпуск подходит к концу И самое время написать вам в комментариях, что вы думаете по поводу этой квартиры Если она вам понравилась, то по тем контактам, которые мы оставили в описании Вы можете связаться с брокерами канала Я Дома И они уж вам все покажут, расскажут, еще и просмотр устроят А у меня на сегодня все Вас я целую и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok